Внимание участников рейда этот мужчина привлек не потому, что он нарушил общественный порядок. Посетитель находился в торговом центре без маски. Надел средства защиты только при виде людей в форме. Попутно его попросили достать из кармана еще и документы. Как итог, составили протокол. В данном рейде мы проводим проверку указа губернатора от 11.11.2020 номер 170. Соблюдение ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток в местах общего пользования, то есть в общественных местах, в транспорте. Первый раз обходится предупреждением и разъяснительной беседой. Если поймали с поличным во второй раз, то нарушителю грозит штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Рейды проводятся каждый день и в каждом районе города. Полицейские, дружинники, работники администрации, управления дорожного хозяйства и торговли проверяют общественный транспорт, заходят торговые и развлекательные центры. Останавливают всех – мужчин, женщин, продавцов, лиц безгражданства и несовершеннолетних. Девочки, управление гражданской защиты. Я понимаю, вы масочку одеваете, но понимаете, что несовершеннолетние. Я тут с собой. Попросите, вот есть в магазине масочки. У вас есть масочек в магазине для клиентов? Знаете, чего это? Вот, возьмите, пожалуйста, оденьте масочку. Обязательно. А почему? Для безопасности. А вы часто сами носите? Всегда. Вносите маски? Конечно. Почему, почему так? Ну, чтобы обезопасить себя и других. Потому что сейчас эпидемия, пандемия. Кстати, правильно, что штрафом вводят за то, что не носят маски? Ну, я думаю, да. Да, конечно, нужно. А почему? Ну, потому что защищает от заражения. Вы сами как часто вообще меняете маску? Вообще, как себя защищать? Ну, вообще, нужно каждые два часа, но я утром одну ношу, а вечером другую. С 16 ноября все уступают новые требования, которые продлятся в регионе до 10 января. Кафе остается без танцев, развлекательных мероприятий и новогодних корпоративов. В целом, сохраняется запрет на работу общепита с 10 вечера до 7 утра. Еще одно нововведение в указе губернатора ограничить количество несовершеннолетних в торговых центрах на время каникул. С 16 ноября ульяновские школьники ушли на очередные каникулы. Некоторые из них предпочитают коротать вечера, гуляя по торговому центру, обходя при этом сами бутики. Мы знаем о том, что очень часто с тайками молодежь тут тусуется, не занимаясь каким-то приобретением товаров, а просто находится, скапливается в одном месте вместе. Хотел бы предупредить и родителей о том, что с понедельника наступает и ответственность, если ваши дети без сопровождения взрослых находятся на территории торговых центров. А на этих кадрах одно из излюбленных мест ульяновцев – ресторан «Матрешки». Сюда мы заглянули в 21.30 по местному времени. Кажется, люди только поймали атмосферу отдыха, но столики уже рассчитывают – пора покидать заведение. Но вот эти вот меры, они какие-то двояки. То есть либо работать, либо не работать вообще. Но вот это вот закрытие заведения после 10 часов – это как минимум, я считаю, на мой взгляд, глупо. То есть либо совсем закрывать все заведения и не работать, либо работать, как и прежде, но просто ограничивать в количестве народа, с соблюдением дистанции, масочного режима. Когда ты приходишь в ресторан, ты определенным образом получаешь атмосферу, которую ты себе уже заранее настроил. И когда тебя в 10 часов ограничивают, это очень плохо. И я считаю, что можно было спокойно до 11 часов продлить, как это сделали во всей России. Закрываться полностью бизнесмены, конечно, не согласны. А вот инициативу работать по московской схеме до 11 вечера охотно поддерживают. Я согласен, что ночная жизнь сложна, и направлены данные указаны на то, чтобы не было бесконтрольного перемешивания людей, но ресторация должна работать. Это довольно контролируемый бизнес. Я предлагал и предлагаю московскую схему работать до 11 вечера, потому что люди привыкли получать эмоции в ресторане, они не ходят туда, просто есть. Со слов владельца, выручка заведения уже упала на 50%. И это не считая нанесенного ущерба во время первой волны пандемии. На часах 22.00, по словам руководителя заведения, каждый столик уже рассчитан, но, кажется, посетители не торопятся одеваться. Десять часов, мы их не можем просто взять, поднять. Да, потому что они еще кухня дарили. Конечно. Доказали, что это. А касса закрылась, все, все сдали. Вот их отчеты по кассе. Касса закрыта. Гости хотят чуть-чуть дольше побыть. Расходиться с первыми клиентами начали и мы, чтобы проверить еще одно заведение. В 22.15 двери клуба ресторана «Шипр» уже были закрыты. Внутри не горел свет. А на входе вывеска с новым расписанием. Финансовая сторона самого заведения, в принципе, самое удручающее. Я думаю, что с этим согласятся все остальные крупные заведения, да и мелкие тоже. Мы страдаем от данного положения вещей. Внутри пусто. Вместо танцпола теперь стоят столики. Ненамек и на возможность подвигаться под музыку. Среди нож из заведений в период пандемии, термометрии на входе, маски, социальная дистанция, дезинфекторы, посудомоечная машина на кухне и бесконтактное меню. Новые реалии ночной жизни. Да и не только. Ночной. Ринаталья Улова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ.